Просыпайтесь, просыпайтесь Сам недавно встал Доброе утро Доброе утро, ребята Голубята Здорово, Владимир Привет, Лав Ой, что вам рассказать? Время-то, конечно, не самое мощное для эфира Но здравствуй из солнечного Узбекистана Саламу алейкум Узбекистан, привет Наши братья, кстати Я сам из Таджикистана Новороссийску привет большой Сам из Таджикистана родился там И на границе там и Узбекистан И все там рядом И Афганистан Из Казахстан Ну, туда чуть Почему Саша заплакала, когда ты постригся? Моя золотая Хай бог милует Вот ты вспомнила, конечно Даже было давно Полтора месяца назад Ну, потому что, наверное, ну Все, что новое, оно нас пугает И у кого-то испуг выражается по-разному Кто-то идет А кто-то начинает плакать Кто-то начинает смеяться Жень, почему о сыночке вообще не говоришь? Ну, потому что А чего говорить? Чего говорить-то? Все хорошо Скоро день рождения у сыночка Юбилей его первый Десять лет ему скоро будет Днадцатого декабря Дочка хорошо О, Зинкевич Что за Зинкевич? Где? Как дела, Жень? Слушайте, дела хорошо Приехала подружка Сашкина с Киева Вот Они туда-сюда Вчера ездят Сегодня хотят поехать На Красную площадь Ну, погода какая-то странноватая, честно говоря Так, знаете, пасмурно Ноль градусов Еще такая изморозь Моросит вот прям на стекло Такое ощущение, что Кто-то целенаправленно Просто с этажа четвертого Плюет на твое лобовое стекло И вот так, знаете, как-то так Фрагментами, фрагментами А вот Привет, привет, ребята Привет, всем привет Слушайте Я что вышел-то? Я вышел на правах Того, что это моя страница Я могу рекламировать все, что угодно Ребят, вот вы спрашиваете Как назвали дочку? Как назвали дочку? Ну, вы же видите, что я не отвечаю на этот вопрос Ну, сделайте вывод Почему я не отвечаю? Потому что не хочу отвечать на него Или вы думаете о том, что вы спросите И вот 10 раз одно и то же сообщение Напишите, что-то произойдет в моей башке Перемкнет, и я отвечу на ваш вопрос Нет, вы глубоко ошибаетесь Я за 35 лет научился контролировать себя Эмоционально И Уравновешивать себя Такой некий блок ставлю И все Сейчас в этом месяце В декабре должны покрестить Вот покрестим дочку Обязательно скажем вам, как зовут Ребят, кстати, еще впереди Сколько? Ноль градусов сейчас Женя, привет, большой Приморье Привет, Приморье Привет, привет Всем привет Санкт-Петербург Да как вы ее назвали? Вот я об этом же, ребят Ну, вот какая вам разница? Ну, вот правильно она ответила А в чем секрет-то, смысл скрывать имя? Ребят, да ну что вы, я не могу понять Вот, ну вот Вам навязало общество и социум В котором вы живете Что вот Кто-то что-то должен вам все рассказать Вам никто ничего не должен рассказывать Ну, давайте будем честными Вот Никто Есть вещи, которые сокровенные То есть, о которых не хочется говорить Ну Почему я должен каждый раз, как попугаем Вам пережевывать И закладывать в рот Пережеванные Ребят, не считай нужным просто говорить и все Ну Что за вопросы? Вы понимаете, есть определенные границы Ну, допустим, я их для себя поставил То есть Я понимаю, что да не надо, да пофиг Я понял, ребят Я просто отвечаю тем, кто постоянно спрашивает Есть границы Есть личная жизнь И есть жизнь общественная Вот, когда я выхожу в эфир Это общественная жизнь И я делюсь тем Чем считаю нужным поделиться Но есть определенные моменты О которых я говорить не хочу Я на это имею полное право Вот Какие планы на Новый год? Ребят Планов пока нет Планов пока нет никаких Потому что вы знаете Я не знаю У меня всю жизнь Всю мою жизнь Новый год Происходит Зачем вышел в эфир? Для того, чтобы назвать имя дочери Всю мою жизнь Вот за всю мою жизнь Ни разу у меня не было планов на Новый год Это все происходит вот так Как-то спонтанно Вот Я думаю, что здесь многие в эфире Кто понимает, о чем я говорю Что Когда тебя спрашивают Где Новый год будешь отмечать Никто ничего не знает Все узнают 30-го Ну 31-го 1-го декабря все узнают Где и с кем они будут Новый год встречать Ребят, я хочу вам о чем напомнить Дат, конечно, осталось не очень много Но они есть Если кто-то корпоратив Если новогодние корпоративы Пишите мне в директ Я с огромным удовольствием Стану частью Вашей компании И вашего праздника Поэтому пишите в директ Цены сумасшедшие на меня Как на ведущего Но вы рискните Напишите Может вы потянете Все же относительно в этой жизни Понимаете Для кого-то я очень дорог А для кого-то Я копеечная пыль Понимаете Поэтому пишите Пишите Ворчуны Почему проект на ютюбе не ведешь Блин Ой, этот вопрос Мне задают огромное количество людей И самое удивительное Что этот вопрос Я каждый день задаю себе сам Вот я вам обещаю Не обещаю Боже, что со мной Ну только проснулся Голова еще не работает Я вам Говорю, положа руку на сердце Каждый вечер я засыпаю И говорю себе С утра встаю И начинаю снимать Про свою жизнь Про себя Каждый вечер И просыпаюсь И думаю Да ну Кому оно интересно Кому оно нахрен надо Вот Проекты есть Как с тобой связаться Владимир Напиши мне в этом В директе Ребят Я еще раз повторяю Вот в этой голове Находится огромное количество информации У меня голова Мозг Как поршни У меня Правое и левое полушария Работают Но мне нужны Мне нужен хороший монтажер И мне нужен оператор Ребят Вот И все это Если вы хотите Ребят Сейчас подождите Люди Вы дебилы Это его семья Его дети Захочет Скажет Как зовут дочь А Митик Конечно Он вспоминает Это его сын Что вы всякую фигню несете Не нравится Не пишите Не смотрите Его эфиры Эй Пассивьте огромное Адвокаты подъехали Так Поэтому Сразу хочу сказать Нет Я не могу Я могу помочь Смотря чем В чем заключается помощь Помощь же бывает разная А Что хотел сказать Я хотел сказать о том Что Есть крутая идея Для проекта Но Все Вот Оператор и монтажер Все на волонтерской основе Все Все бесплатно Ребят Платить зарплату Я на первом этапе Развития канала Ютуб Не готов И не буду Вот Поэтому Если кто-то готов Со мной сотрудничать Стать одной командой И в будущем В будущем Хорошо вместе зарабатывать То Пожалуйста Пишите в директ Я все Прекрасно понимаю Что каждая работа Она должна быть оплачиваемая Он о сыне не вспоминает Ну вот Каждая работа Должна быть оплачиваемая Но вот На данный момент Пока Все на добровольческой основе Ребят Ну о чем У нас Наш царь Владимир Он приучил к волонтерству Понимаете Все должно быть бесплатно Все должно быть от души Понимаете Это я таким же стал Какой царь Такие холопы Как говорится Конечно не вспоминает Митя Да О мой Доширак на уши Какой Доширак Церковное имя Совсем другое Вот его точно Никогда не говорите Вот у меня По церковному Митю зовут Димитрий Димитрий Я когда его крестил У него написано Димитрий А так в паспорте Написано Дмитрий А называют Митя Вот Он будет идти Я ему в спину буду говорить Дима Дима Он даже не повернется Вот у него Митя Митя А почему люди должны Безвозмездно работать Только потому что Вы звезда Яков Да нет Нет Никто никому Ничего не должен Вы так пишете Почему должны Никто ничего никому не должен Я еще раз повторяю Если кто-то хочет Со мной работать То добро пожаловать В начальном этапе В начале пути Платить Я не смогу Зарплаты В дальнейшем Конечно же буду Вот Ваше дело Согласиться с этим Либо не согласиться И пройти мимо А писать мне Что кто-то что-то Нет Никто ничего никому не должен Ты директ не читаешь Как тебе писать Я читаю директ Нет Я Смотрите В директе приходит Сообщение Я открываю его Допустим И читаю Если оно мне интересно То я его перевожу В общее сообщение Понимаете И тогда вы увидите Что я Прочитал его А если оно не интересно Значит я его и не открываю Как общее Ну то есть Не даю разрешения Привет Можешь помочь Пожалуйста Я буду очень тебе признательно За помощь Я помогаю кошечкам И собачкам Не могли бы вы пожалуйста Сколько сможете Ребят По поводу значит Кошечек и собачек Постоянно пишут мне Сейчас времена такие настали Сейчас бы себе помочь Понимаете Вот Помочь своим родителям Своей семье Жене Детям своим А вы мне это Пишите кошечкам и собачкам Нет Не могу я помочь кошечкам и собачкам Когда женщина любит То и ребенка любит Когда женщину любит То и ребенка любит Базука Я кстати Знаете что Одни понты Такой востребованный Только тут всем предлагают Чтобы его тут приглашали Клоун Женька Глядя на вашу семью Настроение Прям Пассива огромное Я кстати Кошек Терпеть не могу Вот просто не могу Я не знаю Вот эти животные У меня вызывают Самую дикую Вообще Антипатию Вот кошки Они же не какущие Кошки сами по себе По натуре Шалавистые То есть коты и кошки Это вот шалавистые Животные Они не привязываются К хозяевам То есть Ну они такие Как сами по себе Вот его кто будет гладить Он с тем и будет ходить Собаки все таки Повернее наверное будут Баку привет большой Собаки все таки Животные Они вернее Вот У меня допустим Мальтеза Яша Спасибо огромное Скай Мальтеза Яша Вот он верный Он кобель Это вот прям мой пес Майя Проститутка Страшная Вот ее тоже Кто гладит Кто кормит Она с тем будет жить С Глебом нет Мы не общаемся Женя Благотворительному фонду Можешь помочь информационно Ребят Нет Не помогай Благотворительным фондом Информационно Я Я писал Я помогал раньше Потом оказывалось Что это мошенники Потом мне писали люди Что Ты козлина такой Выложил там Помочь девочке А это оказывается Мошенники Взяли фотографию Этой девочки Собирали деньги Мне причем писала мама Представляете Этой девочке Она писала Жене Это вот это Нет Так она еще так С наездом на меня Поняли Я себе сказал Что я больше в жизни Помогать не буду К сожалению В нашем мире С появлением Вот таких вот Якобы Фондов Якобы больных детей Огромное количество Мошенников 70% Уже страшно Помогать Если хотите Помочь Ребят Нужно Прям напрямую Если вы Общаетесь С мамой Или общаетесь Там С людьми Которые Нуждаются В помощи Лучше конечно же Лично им в руки Передать эти деньги Вот Вот и все Это первый Второй момент Смотрите Черкасов молодец Да Черкасов помогает Всем Он молодец Вот Я Что хочу сказать Мне тоже огромное количество Приходит Сообщений Помочь больным детям Информационно То есть выложить Вы знаете У меня рука не поднимается Выкладывать Эти посты Я не знаю Вот кто поймет меня Тот поймет Но не могу я Ребят У меня у самого Двое детей И вы знаете Вот То ли психологически Я не могу переступить У меня есть страница Вконтакте Евгений Кузин Вот вы зайдите на нее И посмотрите У меня каждый пост Там помощь Детям Был раньше Каждый пост Я выложил Наверное постов Четыреста Вот я кляну У меня вся стена В этих постах Ну не знаю Я как-то Психологически Не могу переступить Привет Спать дает Да Спать дает Твоя жена Тоже всех обманывает Ребят Ну это знаете Она обманывает тех Кто обманываться рад Если Ты готов обмануться Значит тебя обманут И не только моя жена Все вокруг Описать о том Что моя жена Кого-то обманула Знаете А я обманываться рад Как вы с ней общаетесь Не могли вы смотреть На эти фотки С больными Не могу Вот и я о том же Не лезьте Воспитывайте своих Со Сбербанком Привет Очень люблю твои эфиры Так поднимаешь Спасибо Спасибо Самир Я не прочитал Твое сообщение выше Привет Татарстан Привет Боишься высоты Высоты не боится никто Люди боятся упасть Оттуда С высоты А так А так Упасть очень боюсь Да Конечно Красавчик Ты молодец Очень Привет Одесса привет Ах Одесса Милый город Ах Одесса Я люблю Жень Ты меня поддержал Когда у меня муж умер Ты сказал Жизнь продолжается Натали Ну Приветик Пукни в пакетик Привет Нелюсь Нелюсечка У меня прошли те времена Когда я в пакетике пукал Теперь мне для этого Нужны мешки огромные Для мусора Дочка на кого похожа Ребят Дочь похожа на Сашу Это как две капли воды Курчатова Башкирия Фурманова Привет Ребят Сибирь Привет Огромное Как дитё назвали Дитё Какое дитё Нелли жжёт Ооо Ребята Нелли жжёт Несмотря на то Что у нас года уже Поют романсы Ещё как говорится У Нельки остался порох Пороховницы В её Вот Кстати Нелли похудела Очень Не знаю Может не похудела Она в таком ходила Балахоне Ох красотка будет Здравствуйте Здравствуйте Балаклава Привет Балакова А Балакова У Черкасова Беременная жена Я не знаю Ребят По поводу Черкасова И Кристина Я не знаю Беременная Она не беременная Я вам Кстати хочу Дать совет Это тебе Поют Да Я хочу вам Дать совет Перестаньте Сувать свой нос В чужие семьи Ну правда Она все знает Поэтому если что По поводу ребенка Обращайтесь к Нелли Она вам расскажет Она Она в этом плане Подкованная Привет Денис Привет Дорогой Братан Привет Сувь нос Лучше в Женькин пакетик Оооо Туда можно Нель с головой Залезть уже И с ручками Вот так вот И сидеть там Я слышал Балакова Кто тут из наших Да она уже уехала На маршрутке Номер 12 Жень Что скажешь О ресторане Калужская застава Которая на Калужке Не знаю я Ребята Не знаю Ничего не хочу сказать И не могу сказать Все Мои дорогие Я желаю вам Хорошего дня Я желаю вам Чтоб у вас Все Было Хорошо Я напоминаю вам Что если у вас Новогодние корпоративы И вы хотите Чтоб я стал частью Вашего праздника Пишите мне в директ Дат осталось Ну я не могу сказать Что мало Но я не могу сказать Что много Но есть еще Свободные даты Пишите мне Сразу хочу предупредить Люди которые думают Что я работаю за еду Или за 50 тысяч рублей Не пишите мне Я не работаю за еду И за 50 тысяч рублей По всем этим вопросам Пишите Нельке Ирмалаевой Нелька работает За 50 тысяч Уе Все Нелька работает За 50 тысяч Уе А я в свою очередь Уе Всем пока И хорошего настроения Дэн Сейчас напишу тебе В ватсапе А в конце реклама А в конце реклама Берегите себя И своих близких Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok